Артур Конан Дойль. Письмо Старка Монро. Письмо первое. Гом. 30 марта 1881 год. Я сильно чувствую ваше отсутствие, дорогой Берти, с тех пор, как вы вернулись в Америку, так как вы единственный человек в мире, с которым я могу говорить по душам, ничего не скрывая. Помните ли вы в университете Каллингворта? Возможно, что нет, так как вы не принадлежали к кружку спортсменов. По крайней мере, я думаю, что нет, а потому расскажу вам все по порядку. Физически он был настоящий атлет, рослый, примерно 5 футов 9 дюймов, плечи косая сажень, грудь колесом, быстрая походка, большая квадратная голова, черные, жесткие, как щетина, коротко обстриженные волосы. Лицо отменно безобразное, но тем характерным безобразием, которое привлекает, как красота. Угловатые, резко выдающиеся челюсти и брови, нос крючком, красноватые, маленькие, светло-голубые глаза, то безоблачно веселые, то злые. Прибавьте к этому, что он редко надевал воротнички или галстук, что шея его была цвета сосновой коры, а голос и в особенности смех напоминали рев быка. В таком случае вы будете иметь понятие, если можете мысленно соединить эти черты в цельный образ, о внешности Джемса Коллингворда. Но все-таки самое замечательное в нем – это внутренний человек. Если гений заключается в способности достигать, в силу какого-то инстинкта, результатов, коих другие люди добиваются только упорным трудом, то Коллингворд положительно величайший гений, какого только я знал. По-видимому, он никогда не работал и тем не менее взял премию по анатомии, отбив ее у тружеников, корпящих над работой с утра до вечера. Но это, пожалуй, еще ничего не доказывает, так как он был вполне способен лениться на показ весь день, а ночи проводить над книгами. Но заведите с ним разговор на хорошо знакомую вам тему, и вы немедленно убедитесь в его оригинальности и силе. Заговорите о торпедах, он схватит карандаш и мигом начертит вам на обрывке старого конверта какое-нибудь новое приспособление, способное разнести корабль в дребезги, приспособление, в котором без сомнения может оказаться что-нибудь технически неосуществимое, но которое не уступит другим в остроумии и новизне. Вы подумаете, что единственная цель его жизни – изобретать торпеды. Но если минуту спустя вы выразите удивление, как ухитрялись египетские работники поднимать камни на вершину пирамид, карандаш и старый конверт снова являются на сцену, и он с той же энергией и убеждением объяснит вам способ подъема камней. Эта изобретательность соединялась с крайне сангвистической натурой. Расхаживая взад и вперед своей быстрой, порывистой походкой, после такого проявления изобретательности, он берет на изобретение патент, принимает вас в пайщики предприятия, пускает его в ход во всех цивилизованных странах, предвидит всевозможные приложения, считает вероятные доходы, намечает новые пути для их применения и в результате удаляется с колоссальнейшим состоянием, какое только удавалось когда-либо приобрести человеку. А вы оглушены потоком его речей, увлечены, следуете за ним по пятам, так, что испытываете почти изумление, когда внезапно снова видите себя на земле, бедным студентом, с физиологией кирха под мышкой и капиталом, которого не хватит на обед, в кармане. Перечитав написанное, вижу, что не сумел дать вам ясного представления о дьявольской даровитости Каллингворда, взгляды его на медицину были в высшей степени революционны, но о них, если обстоятельства исполнят все, что сулят, я еще буду говорить впоследствии. С его блестящими и исключительными дарованиями, с его атлетическими рекордами, с его причудливой манерой одеваться, пляпа на затылке, голая шея, с его громовым голосом, с его безобразной энергетической наружностью, он представлял самую заметную индивидуальность, какую я когда-либо знал. Была в нем и героическая жилка. Однажды ему пришлось очутиться в таком положении, которое заставляло выбирать одно из двух, или скомпрометировать даму, или выскочить в окно третьего этажа. Не теряя ни минуты, он выскочил в окно. К счастью, упал на большой лавровый куст, а с него на мягкую от дождя садовую землю, так что отделался сотрясением и ушибами. Он был не прочь подурачиться, но этого лучше было избежать с ним, так как никогда нельзя было сказать, чем оно кончится. Характер у него был адский. Однажды в анатомическом кабинете он вздумал бороться с товарищем, но спустя секунду улыбка сбежала с его лица, маленькие глазки загорелись бешенством и оба покатились под стол, как грызущиеся собаки. Воинственная сторона его характера проявлялась иногда и уместно. Помню, один известный лондонский специалист делал нам сообщение, которое то и дело перебивал какой-нибудь субъект, сидевший в переднем ряду. Наконец лектор обратился к аудитории. «Эти перерывы невыносимы, джентльмены!» — сказал он. «Прошу вас избавить меня от них!» «Придержите язык вы, сэр, на первой скамейке!» — ряфнул Каллингворд своим бычачьим голосом. «Уж не вы ли заставите меня сделать это?» — отвечал тот, бросив на него презрительный взгляд через плечо. Каллингворд закрыл свою тетрадь и направился к нему, шагая по пюпитрам, к великой потехе трехсот слушателей. Когда он соскочил с последней скамейки на пол, противник нанес ему страшный удар в лицо. Тем не менее, Каллингворд вцепился в него, как бульдог, и выволок из аудитории. Что он с ним сделал, я не знаю, но мы слышали шум, как будто кто-то высыпал бочку угля, а затем поборник закона и порядка вернулся со степенным видом человека, исполнившего свой долг. Один глаз у него походил на переспелую сливу, но мы трижды прокричали «Ура!» в его честь, пока он усаживался на место. Он пил немного, но небольшая выпивка производила на него очень сильное действие. Иногда им овладевал инстинкт драчливости, иногда проповедческий, иногда комический, или они чередовались с быстротой, сбивавшей с толку его собеседников. Опьянение вызывало наружу все его мелкие странности. Одно из них было то, что он мог идти или бежать совершенно прямо, но в конце концов всегда бессознательно поворачивался и шел назад. Когда я впервые случайно познакомился с ним, он был холост. Но в конце долгих вакаций я встретил его на улице и он сообщил мне своим громовым голосом, со свойственным ему азартом, о своей женитьбе, которая только что состоялась. Он пригласил меня зайти к ним и по дороге рассказал историю своей женитьбы, экстраординарной, как все, что он делал. Я, однако, не стану ее передавать вам, дорогой Берти, так как чувствую, что и без того уже разболтался. Итак, я зашел к нему и познакомился с миссис Коллингворд. Это была робкая, маленькая, миловидная сероглазая женщина с тихим голоском и мягкими манерами. Достаточно было увидеть, какими глазами она смотрела на него, чтобы понять, что она всецела под его обаянием. И что бы он ни сделал, что бы он ни сказал, она все найдет великолепным. Она может быть и упрямой, тихим, кротким упрямством, но всегда в смысле поддержки слов и действий мужа. Все это я, конечно, уяснил себя только впоследствии. Первое же посещение она показалась мне коротчайшей женщиной, какую я когда-либо знал. Они вели самый странный образ жизни в четырех маленьких комнатках над мелочной лавкой. Тут была кухня, спальня, гостиная и четвертая комната, которую Каллингворд считал крайне нездоровым помещением и очагом заразы, хотя я уверен, что эту идею внушил ему только запах сыров, проникавший снизу. Во всяком случае, со своей обычной энергией он не только запер эту комнату, но и заклеил дверные щели, чтобы предупредить возможность распространения воображаемой заразы. Мебель была крайне скудная. В гостиной имелось только два стула, так что, когда приходил гость, кажется, я был единственный. Каллингворд примащивался на груду томов британского медицинского журнала. Как сейчас вижу, как он вскакивает с этого низкого седалища и мечется по комнате, рычая, размахивая руками, меж тем, как жена его, сидя в уголке, безмолвно следит за ним любящими и восторженными глазами. Могли ли мы, каждый из нас троих, беспокоиться о том, где мы сидим и как мы живем, когда юность кипела в наших жилах и души наши были воспламенены перспективами жизни. Я и теперь считаю эти цыганские вечера в бедной комнатке среди испарений сыра счастливейшими в моей жизни. В конце года мы оба сдали экзамены и сделались патентованными врачами. Каллингворда уехали, и я потерял их из виду, так как он гордился тем, что никогда не написал ни единого письма. Отец его имел обширную и доходную практику в западной Шотландии, но умер несколько лет тому назад. У меня осталось смутное представление, основанное на каком-нибудь случайном замечании, что Каллингворд уехал туда попытать, не сослужит ли ему службу отцовская фамилия. Что до меня, то, как вы помните, я начал свою практику в качестве помощника отца. Вы знаете, однако, что он дает максимум 500 фунтов в год, и шансов на расширение нет. При таких условиях двоим нечего делать. Кроме того, я не могу не замечать иногда, что мои религиозные мнения задевают иногда моего милого старика. В итоге я вижу, что во всех отношениях лучше будет мне устроиться отдельно. Я предлагал свои услуги различным компаниям в качестве корабельного врача, но и на это жалкое место с платой в сотню фунтов столько охотников, словно дело идет о должности вице-короля Индии. В большинстве случаев мне возвращали мои бумаги без особых объяснений, что само по себе способно научить человека смирению. Конечно, очень приятно жить с мамой, а мой братишка Поль призабавный малый. Я учу его боксировать, и посмотрели бы вы, как он действует своими кулаченками. Сегодня вечером он хватил мне в зубы так, что мне пришлось удовольствоваться яйцами всмятку за ужином. Все это приводит меня к настоящему положению дел и к последним новостям. Сегодня утром я получил телеграмму от Каллингворда после десятимесячного молчания. Она подана в Овонмуте, городе, где, как я и подозревал, поселился Каллингворд, и содержит следующее. «Приезжайте немедленно. Мне необходимо вас видеть, Каллингворд. Разумеется, я еду завтра с первым поездом. Это может значить что-нибудь или ничего не значить. В глубине души я надеюсь, что Каллингворд нашел для меня дело в качестве или его партнера, или какое-нибудь другое. Я всегда верил, что он справится с затруднениями и устроит мою карьеру, как и свою собственную. Он знает, что если я не слишком быстр и блестящ, то упорен и положиться на меня можно. Теперь поздно, Берти. Огонь гаснет, и я продрог. И, наверное, уже надоел вам своей болтовнёй. Итак, до следующего письма. Письмо второе. Гом. 10 апреля 1881 год. «Когда я писал вам в последний раз, дорогой Берти, я собирался ехать в Омонвуд к Каллингворду, в надежде, что он нашел для меня какое-нибудь дело. Расскажу вам подробности этой поездки. Во Омонвуд мы прибыли вечером, и когда я высунул голову из окна вагона, первое, что встретили мои глаза, был Каллингворд, стоявший в кружке света под газовым фонарем. Сюртук его был на распашку, жилет расстегнут вверху, шляпа на затылке и жесткие волосы щетинились из-под нее во все стороны. Словом, то был тот самый Каллингворд, каким я его знал, за исключением того, что он носил теперь галстук. Он приветствовал меня рёвом, вытащил из вагона, подхватил мой саквояж, и минуту спустя мы вместе шли по улицам. Я, как вы можете себе представить, сгорал от нетерпения узнать, что ему от меня понадобилось. Но так как он и не заикнулся об этом, то и я не нашел удобным спрашивать, и в течение нашего продолжительного пути мы толковали о посторонних вещах. Сначала помнится о футболе, а потом он перешел к изобретениям и пришел в такой азарт, что сунул мне обратно саквояж, чтобы удобнее объяснить, вычерчивая пальцем на ладони. «Любезный Монро», в таком роде он говорил, «почему теперь вы перестали носить латы, а?» «Что? Я вам скажу, почему. Потому что вес металла, способного защитить человека, который стоит на ногах, слишком велик. Такую тяжесть невозможно выдержать. Но теперь люди не ведут сражения, стоя на ногах. Пехота лежит на животе, и защитить ее нетрудно. Да и сталью совершенствовалась, Монро. Закаленная сталь. Бессемер. Бессемер. Очень хорошо. Сколько нужно, чтобы закрыть человека? Четырнадцать дюймов на двенадцать под углом. Так, чтобы пуля отскочила. С одной стороны вырезка для винтовки. Вот вам, приятель, переносной, непроницаемый для пуль щит Калингворта. Вес? О, вес шестнадцать фунтов. Я определил на опыте. Каждая рота везет с собой щиты на повозках и достает их перед боем. Дайте мне двадцать тысяч хороших стрелков, и я пройду от Кале до Пекина. Представьте себе, дружище, моральный эффект. Одна сторона бьет на повал, а другая расплющивает свои пули остальные пластинки. Никакие войска не выдержат. Нация, которая применит первое это изобретение, скрутит в бараний рог всю остальную Европу. Они все ухватятся за него, все до единой. Ну-ка, подсчитаем. Общий контингент – восемь миллионов солдат. Предположим, что только половина запасается ими. Я говорю половина, так как не хочу быть чересчур кровожадным. Это составит четыре миллиона, а я возьму четыре шиллинга на каждом щите при продаже оптом. Каково, Монро? Около трех четвертей миллионов пунктов стерлингов, а? Как вам это нравится, приятель? Что? Право, я верно передал стиль его разговора. Только прибавьте неожиданные остановки, внезапный конфиденциальный шепот, торжествующий рев, которым он отвечал на собственные вопросы, подергивание плечами, шлепки и жестикуляцию. Но все время ни единого слова о том, что заставило его послать телеграмму, заставившую меня приехать в Овонмук. Конечно, я спрашивал себя, повезло ли ему или нет, хотя его веселый вид и шумный разговор достаточно ясно говорили мне, что он чувствует себя недурно. Тем не менее, я был удивлен, когда в конце тихого извилистого бульвара, по обеим сторонам которого стояли дома, окруженные садами, он свернул в одну из лучших, пройдя в ворота за железную решетку. Луна выглянула из-за тучи и осветила высокую остроконечную кровлю с шпицами на каждом углу. Нам отворил лакей в красных плюшевых штанах. Я начал соображать, что успех моего друга должно быть колоссальный. Когда мы сошли в столовую ужинать, миссис Калингворд дожидалась нас там. Я с сожалением заметил, что она бледна и выглядит утомленной. Как бы то ни было, мы поужинали весело, по-старинному, и возбуждение мужа отразилось на ее лице. Так что в конце концов мы точно перенеслись опять в маленькую комнатку, где медицинский журнал служил мебелью, вместо огромной отделанной под дуб, увешанной картинами комнаты. Все время, однако, ни единого слова не было сказано относительно цели моего приезда. Когда ужин закончился, Калингворд повел меня в маленькую гостиную, где мы с ним закурили трубки, а миссис Калингворд папироску. Несколько времени он сидел молча, а затем сорвался с места, ринулся к двери и распахнул ее. Одной из его странностей было вечное подозрение, что люди подслушивают его или строят против него козни, так как, несмотря на внешнюю грубость и откровенность, в его странной и сложной натуре таилась жилка подозрительности. Убедившись, что за дверями нет никаких шпионов, он снова бросился в кресло. «Монро», — сказал он, ткнув меня своей трубкой, — «вот что я хотел сказать вам. Я разорился дотла, безнадежно и непоправимо. Мое кресло так и качнулось на задних ножках, и я чуть было не опрокинулся. Все мои мечты о великих результатах, которые должны были последовать для меня из моей поездки во Вонмут, разлетелись как карточный домик». «Да, Берти, должен признаться, моя первая мысль была о моем собственном разочаровании, и лишь вторая о несчастье моих друзей. Или он обладал дьявольской проницательностью, или мое лицо говорило слишком красноречиво, так как он тотчас прибавил. Жалею, что разочаровал вас, дружище. Вы не того ожидали, как я вижу». «Да», — пробормотал я. «Вы меня удивили, старина. Я думал, судя по... судя по...» «Судя по этому дому, по лакею и по обстановке», — добавил он. «Они-то меня и съели. Сголодали начисто. С когтями и с мясом. Я пропал, дружище. Если только...» Тут я прочел вопрос в его глазах. «Если только кто-нибудь из друзей не подпишет своего имени на клочке гербовой бумаги». «Я не могу сделать этого, Каллингворд», — сказал я. «Прискорбно отказывать другу, и если бы у меня были деньги...» «Дождитесь, пока вас попросят, Монро», — перебил он самым свирепым выражением. «Притом, раз у вас нет ничего и никаких видов, то на что может понадобиться ваша подпись?» «Это я и желал бы знать», — сказал я, чувствуя себя немного уколотым. «Сгляните сюда, парень», — ответил он. «Видите эту кучу писем на левой стороне стола?» «Да, это письма кредиторов. А видите эти документы справа? Это судебные повестки. А теперь посмотрите сюда». Он открыл маленькую конторскую книжку и показал три или четыре имени, записанные на первой странице. «Это практика», — рявкнул он и захохотал так, что большие вены вздулись на его лбу. Жена его тоже засмеялась так же искренне, если бы он был в плаксивом настроении. «Ох, таковы-то дела, Монро», — сказал он, оправившись после парактиизма смеха. «Вы, вероятно, знаете...» «Да, конечно, я сам говорил вам об этом, что у моего отца была отличнейшая практика в Шотландии. Насколько я могу судить, он был человек совершенно бездарный. Но, как бы то ни было, практика у него была». Я кивнул и затянулся. «Ну-с, он умер лет семь тому назад, и практику его разобрали другие». «Как бы то ни было, когда я получил диплом, то решил вернуться на старое пепелище и попытаться собрать его снова. Я думал, что имя чего-нибудь достоит. Но смысла не было начинать дела на скромную ногу. Никакого резона, Монро. Публика, которая являлась к нему, была богатая. Для нее нужен был роскошный дом и лакей в ливрея. Не было надежды заманить их в жалкий домишко за сорок фунтов в год с неуклюжей горничной у дверей». «Что же вы думаете я сделал?» «Дружище, я нанял бывший дом отца. Тот самый дом, который ему стоил пять тысяч в год, и ухлопал последние деньги на обстановку. Но никакого прока, парень. Я не могу держаться дольше. Два несчастных случая и одна эпилепсия, 22 фунта, 8 шиллингов и 6 пенсов. Вот все результаты». «Что же вы думаете делать?» «Насчет этого я жду от вас ответа. Ради него я и вызвал вас. Я всегда уважал ваше мнение, дружище, и решил, что теперь самое время узнать его». Мне пришло в голову, что если бы он осведомился о нем девять месяцев тому назад, то в том было бы больше смысла. Что же я могу сделать теперь, когда дела так запутались? Как бы то ни было, я не мог не чувствовать себя польщенным подобным отношением к моему мнению со стороны такого независимого малого, как Клингворд. Я спросил его, сколько он должен. Оказалось, около 700 фунтов. Одна плата за наем дома составила 200 фунтов. Он уже занял денег под мебель, и у него не оставалось ничего. Конечно, я мог дать только один совет. «Вы должны созвать ваших кредиторов», – сказал я. «Они увидят, что вы молоды и энергичны, и рано или поздно добьетесь успеха. Если они поставят вас в безвыходное положение, то ничего не выиграют. Растолкуйте им это. Если же начнете где-нибудь новое дело и будете иметь успех, вы расплатитесь с ними полностью. Я не вижу другого исхода». «Я знал, что вы это скажете. Это самое и я думал. Не правда ли, Гетти? Итак, решено. Очень обязан вам за ваш совет, и баста в этом деле, но на сегодня довольно. Я выстрелил и промахнулся. Следующий раз попаду, и этого не придется долго ждать». Неудача, по-видимому, не сильно угнетала его, так как минуту спустя он орал так же весело, как раньше. Принесли виски и кипяток, так как мы все хотели выпить за успех второй попытки. Виски сыграл с нами довольно скверную шутку. Калингворд, выпив два стакана, дождался, пока жена его ушла к себе, а затем пустился в рассуждение о том, как трудно ему практиковаться в физических упражнениях теперь, когда приходится по целым дням сидеть дома в ожидании пациента. Это привело нас к обсуждению способов устроить физические упражнения дома и к вопросу о боксе. Калингворд достал из буфета две пары перчаток и предложил поупражняться. «Не будь я глуп, Берти, я бы ни за что не согласился, но одна из моих слабостей та, что будь это мужчина или женщина, всякий намек на вызов раззадоривает меня. А ведь я знал и рассказывал вам в последнем письме, что за характер у Калингворда. Тем не менее, мы отодвинули стол, поставили лампу на высокую подставку и стали в позу. Взглянув ему в лицо, я почуял злой умысел. Глаза его светились злобой. Вероятно, мой отказ дать подпись раздражил его. Во всяком случае, он выглядел опасным, со своим нахмуренным лицом, слегка подавшимся вперед, опущенными к бедрам руками, его манера боксировать, как и все, что он делал, была своеобразна, и выдающимися, как у бульдога, челюстями. Он ринулся на меня, нанося удары и хрюкая, как боров, при каждом ударе. По всему, что я видел, он был вовсе не боксер, но чертовски стойкий и упорный боец. Я отбивался обеими руками с минуту, но, наконец, был притиснут вплотную к двери. Он не остановился, хотя видел, что мне нельзя свободно действовать, и нанес правой рукой удар, который выбил бы меня в столовую, если бы я не увернулся и не выскочил снова на середину комнаты. «Послушайте, Калингворд!» — сказал я. «Это плохая игра!» «Да? Мои удары довольно тяжелы, правда?» «Если вы будете сверлить меня таким образом, мне придется сбить вас с ног!» — сказал я. «Будем биться по правилам!» Не успел я договорить эти слова, как он бросился на меня с быстротой стрелы. Я снова увернулся, но комната была маленькая, а он подвижен как кошка, так что не было возможности отделаться от него. При новом натиске я поскользнулся и не успел опомниться, как он засветил мне в ухо правой рукой. Я споткнулся о скамейку, а он повторил удар так, что в голове у меня загудело. Он был как нельзя более доволен собой и, отскочив на середину комнаты, выпячивал грудь и похлопывал по ней ладонями. «Вы скажите, когда с вас будет довольна, Монро!» — сказал он. «Это было довольно нахально, если принять в расчет, что я был дюйма на два выше его ростом. На несколько стоунов тяжелее и вдобавок хороший боксер. Его энергия и размеры комнаты были против меня, но я решил, что постараюсь не дать ему перевеса в следующей схватке. Он снова ринулся на меня, вертя кулаками на манер ветряной мельницы, но на этот раз я был настороже. Я нанес ему удар левой рукой в переносе, а затем, нырнув под его левую руку, хватил его сбоку правой по челюсти, так, что он растянулся на каминном коврике. В ту же минуту он вскочил, как бесноватый. «Свинья!» — зарычал он. «Скидывайте рукавицы, будем драться в настоящую!» Он начал растягивать перчатки. «Перестаньте, осел вы эдакий!» — ответил я. «Из-за чего драться?» — он обезумел от бешенства и бросил перчатки под стол. «Ей-богу, Монро!» — крикнул он. «Если вы не снимете рукавиц, я все равно нападу на вас!» «Выпейте стакан содовой воды!» — сказал я. «Вы боитесь меня, Монро! Вот в чем дело!» — прорычал он. «Это было слишком, Берти. Я понимал всю нелепость этого столкновения. Тем не менее, я сбросил перчатки. И думаю, что это, пожалуй, было самое благоразумное с моей стороны. Если Каллингворд вообразил, что имеет преимущество над вами, то вам, пожалуй, придется пожалеть об этом». Однако наша маленькая ссора была прекращена в самом начале. Миссис Каллингворд вошла в комнату в эту самую минуту и вскрикнула при виде своего супруга. Из носа у него струилась кровь, и подбородок был весь залит кровью. Так что я не удивляюсь ее испугу. «Джемс!» — воскликнула она, затем обратившись ко мне. «Что это значит, мистер Монро?» В ее кротких словах слышалась ненависть. Меня подмывало схватить ее и поцеловать. «Мы немножко поупражнялись в боксе, миссис Каллингворд», — сказал я. «Ваш супруг жаловался, что ему совсем не приходится упражняться». «Не беспокойся, Гетти», — сказал он, надевая сюртук. «Не будь дурочкой». «Что, прислуга уже вся улеглась?» «Ну, принеси же мне воды в тазу из кухни. Садитесь, Монро, и закуривайте трубку». Так кончилась наша схватка, и конец вечера прошел мирно. Но, как бы то ни было, его женушка всегда будет видеть во мне зверя и чудовище. Что же касается Каллингворда, ну, я затрудняюсь сказать, что думает Каллингворд об этой истории. На следующий день перед отъездом я провел часа два с Каллингвордом в кабинете, где он принимает больных. Он был в ударе и придумывал десятки способов, какими я мог бы помочь ему. Главная его забота была видеть свое имя в газетах. Это, по его соображениям, было основой всех успехов. Мне казалось, что он смешивал причину со следствием, но я не стал спорить. Я хохотал до коликов в боку над его курьезными выдумками. Я упаду в обморок. Сострадательная толпа принесет меня к нему. Тем временем слуга отнесет в газету заметку. Затем я умираю, так-таки совсем испускаю дух, и вскоре вся Шотландия узнает, что доктор Каллингворд из Овонмута воскресил меня. Его изобретательный ум на тысячи ладов переворачивал эту идею, и поток этих полусерьезных выдумок совсем изгнал из его мысли неизбежное банкротство. Но он переставал смеяться, скрежетал зубами и с ругательствами метался по комнате всякий раз, когда видел пациента, направлявшегося к подъезду Скаренделя, его соседа напротив. Скарендель имел хорошую практику и принимал больных у себя от 10 до 12, так что мне то и дело приходилось видеть, как Каллингворд скакивал со стула и кидался к окну. Он определял болезнь и высчитывал, сколько денег она могла доставить. «Вот!» – внезапно вскрикивал он. «Видите того господина, что прихрамывает?» «Каждое утро является перемещение полулунной связки три месяца возни, 35 шиллингов в неделю, а вон еще...» «Повесьте меня, если это не та самая женщина с сочленовым ревматизмом!» «Просто с ума сойдешь, глядя, как они валят к этому человеку!» «Ай, что за человек! Вы не видали его, тем лучше для вас!» «Не понимаю, какого черта вы смеетесь, Монро! Мне не до смеху!» «Да, как не кратковременно была эта поездка во Вонмут, но я буду помнить ее всю жизнь!» «Я уехал после полудня, и Калингворд на прощание уверял меня, что пригласит своих кредиторов, как я советовал, и через несколько дней уведомит меня о результате!» «Иссис неохотно подала мне руку, когда я прощался с ней! Мне это в ней нравится!» «Очевидно, в нем должно быть много хорошего, иначе он не мог бы завоевать такую любовь и доверие с ее стороны!» «Быть может, за его грубой оболочкой скрывается другой Калингворд?» «Мягкий, нежный человек, который будет любить и возбуждать любовь! Если да, то я никогда близко не подходил к нему настоящему! Но, может быть, я имел дело только с оболочкой?» «Кто знает! Вероятно, и он никогда не имел дело с подлинным Джонни Монро! Но вы имеете с ним дело, Берти! И я думаю, он порядком надоел вам в этот раз, хотя вы сами поощряете меня к болтовне своими сочувственными ответами!»